Как сообщалось ранее, поединок между бывшим претендентом на титул UFC в полтяжелом весе, Домиником Рейсом и Иржей Прохаской не состоится 27 февраля. Вместо этого противостояния, Ивент возглавит бой с улинамского тяжеловеса Жоржини Розенстрайка против Сири Лагана. Но не стоит огорчаться, так как бой пройдет уже на этих выходных, и в честь этого я решил разобрать их бой. Всем привет бойцы, с вами канал Белорусто ММА. В этом видео я проанализирую бой Доминика Рейса и Иржи Прохаска, и выясню, кто из них из октагонов выйдет победителем. Ну и при началом этого ролика, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Не забыл, раздавчик. Ну а мы погнали! Рейс дебютировал в ММА в 2014 году. Его рост 193 см, при размахе рук 196 см. Рейс бьется в стойке левши, но отлично может менять ее на противоположную. Доминик предпочитает большую часть времени действовать в стойке и отдает предпочтение элементам бокса и кикбоксинга. У американского получяжеловеса отличный левый кросс навстречу, а также достаточно неплохие удары ногами. Также у него на достаточно высоком уровне развит навык добивания. На счету Доминика 7 побед нокаутами, а также 2 сабмишинами. Кстати, небольшой факт, он является синим поясом по бралийскому джиу-джитсу. Но опять же, этот пояс, он у него просто есть, типа как у Паула Косты. Рейс выходил в клетку 14 раз и держал 12 побед. Сейчас Доминик идет на серии из двух поражений подряд. В феврале текущего года, американец проиграл именитому сачи-саминнику Джону Джонсу в близком бою и получил большую порцию хайпа. Рейс слишком поверил в свои силы и был уверен, что в сентябре легко пройдет Ияна Блаховича за вакантный пояс UFC полтяжелого веси. Но у Поляка было иное мнение на этот счет, и Рейс впервые в карьере проиграл нокаутом. При этом, до своих поражений, Доминик успел отметиться викториями над Волканом Аздемиром, Джаредом Канониром и бывшим чемпионом Крисом Вайдманом. Вот про этого бойца я могу говорить хоть часами. Чешский боец ярко дебютировал в UFC, одолев нокаутом бывшего претендента на титул UFC швейцара Волкана Аздемира. Это позволило Прохаске сразу же включиться в титульную гонку. Но теперь его соперники будут с каждым разом труднее. Иржи достаточно опытный боец, несмотря на молодой возраст. На его счету уже целых 31 поединок, из них 27 побед, 3 поражения и 1 ничья. Чешский полтяжеловес был чемпионом японской организации Ryzen. Прохаска выиграл у многих топовых бойцов, но главная его победа, это Вадим Немков, нынешний чемпион Беллатер. Иржи превосходит большинство полтяжеловеса в габаритах, так как его рост составляет 193 сантиметра, а его размах рук 203. Чех всегда стремится победить досрочно, и к слову, у него это отлично получается. За 8 лет профессиональной карьеры он финишировал 26 оппонентов. Бывший чемпион организации Ryzen отличается внушительной физической силой, отменной выносливостью и значительной силой удара. Но не забывает показывать в клетке свой артистизм. Иржи много финтит и работает на публику, попутно выводя соперника на эмоции. Прохаска очень сильный ударник, обладающий нокаутирующей мощью и который способен выключать оппонентов с одним ударом. У Рейса тоже безусловно есть панч, однако если у него не получается победить досрочно в самом начале, то он садится на так называемый велосипед и работает вторым номером. Еще очень важным аспектом в этом бою станет кардио. Если Иржи в одном темпе проводил раунды по 10 минут без перерыва в райзен, то у Доминика прослеживается сильная проблема с выносливостью после двух раундов по 5 минут. Он явно переживает за свою выносливость и переходит в энергосберегающий режим. Однако с Прохаской так делать очень чревато. Полгода назад Доминик упал в чудовищный нокаут в поединке с Яном Блаховичем. И на мой взгляд у него было слишком мало времени на восстановление. Прохаска очень неординарный и неудобный боец с огромной нокаутирующей мощью. Он наносит удары под разными углами и при этом ничуть не уступает Рейсу в антропометрии. В поединке двух полчажеловецов может случиться все что угодно. Почти 90% побед Прохаски это нокауты, хотя и сам боец дважды оказывался на месте своих визави. Что примечательно, он умеет не только давить на противника, разбивая его защиту, но и контратаковать, на чем споткнулся не один оппонент этого финишера. На фоне выше усказанного достоинства вытекает и главный минус Прохаски. Он нередко увлекается атакой и вступает в откровенные размены, опуская руки и забывая о том, что соперник может ударить его в ответ. К тому же Кингмо удалось его отправить нокаут, да и Баян Величкович сумел подловить горячего Иржи на такой оплошности. Сейчас Прохаска идет на серии из 11 побед подряд. Лишь одна из них дошла до решения судей, а три последних это глухие нокауты. Он набрал отличные обороты, не проигрывает более четырех лет и желает как можно скорее заполучить титульный бой. К слову, выиграв у Рейса, ему действительно может достаться место одного из главных претендентов. Соперники равны в плане роста, 193 сантиметра, а вот в размахе рук весьма значительное преимущество имеет Иржи. Показывает результат в 203 против 196 сантиметров у Доминика. По стилю они достаточно схожи, поскольку один проповедует кикбоксинг, это рейс, если что, а второй мой тай. Оба много двигаются, работают первым номером, только вот Прохаска выглядит в своих поединках агрессивнее. Хотя возможно, что в грядущей схватке он будет более осторожен. В плане защиты лучше смотрится Доминик. Он пропускает куда меньше своего визави, который любит порубиться. Что касается Партера, то здесь у бойцов абсолютное равенство. И даже с учетом того, что чешский спортсмен провел куда больше боев, к борьбе он старается лишний раз не обращаться. Именно из-за этой схожести выделить кого-либо из них фаворитом непросто. Никакого столкновения с силой в этом бою ожидать не стоит. Рейс и Прохаска базовые ударники. Так что здесь верх одержит тот, кто первый удачно донесет свою атаку. Отмечу, что техника Иржи более разнообразна. Хотя Рейс выделяется тем, что любит бить под нестандартными углами и много отрабатывает по ногам и корпусу. Учитывая то, как себя показал Доминик в последних выступлениях, стоит ожидать, что он в очередной раз попытается задавить соперника своим напором. Только вот Прохаска хорошо контратакует, что явно играет не на руку американцу. К тому же Прохаска очень жестко заряжает и не стесняясь идет в рубку. И в такие моменты Рейс нередко ломается и дает заднюю. Учитывая все это, с расстановкой сил 55 на 45 я дам предпочтение Иржи, который наиболее вероятно оформит очередной нокаут. Вот такой бой пройдет уже на этих выходных. И с большой долей вероятности, победитель этой пары будет бита за титул. Ну как вы считаете, кто победит в этом бою? Нестандартные удары Прохаски или классический кикбоксинг Рейса? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а сам был канал Беларус 2 ММА.